Слава Украине! Привет всем от Полонского! А вы заметили, что вот в последнее время количество российских ракет и шахетов, которыми они плюются по нам, ну где-то в два раза ниже обычного. То есть, складывается впечатление? Нет. Ну что значит складывается впечатление? Однозначно, рашисты... Это не впечатление, это факт. Рашисты экономят ракеты для ударов по нам зимой. Это совершенно очевидно. Но! Вот тут начинается но. Дело в том, что... А вы заметили, что в последнее время практически нет наших беспилотников, которые... И наших ракет, кстати, которые уже тоже есть. Которые прилетают по территории фашистского государства. А их тоже нет. Никаких налетов не наблюдается. А что это значит? Что мы точно так же, как и они, копим ракеты для того же самого. То есть, вот сегодня Зеленский выступил и сказал такую очень интересную вещь. Что мы прекрасно осознаем, для чего они копят свои средства дальнего поражения. Мы это видим, мы это знаем. А знаете, какое отличие с 2022 годом? Оно очень простое. Вот это поражение, оно будет взаимным. Мы больше не будем сидеть и ждать, пока где-то в условной Львовской области прилетит ракета и разобьет очередную подстанцию. Ждать не будем, потому что прилетит в Воронежской области и сделает то же самое. Вот это рашистам надо очень хорошо понимать. Если они думают, что у них такая, уж знаете, энергетика независимая от всяких факторов, они глубоко ошибаются. Их энергетику делали рукопопы. Они это прекрасно знают. И урон ей можно нанести, это однозначно. Поэтому я бы даже не рекомендовал начинать рашистам домбить нашу, наши объекты энергетические и не только. Почему? Потому что у нас достаточно сил и средств, чтобы ответить им в случае такого развития событий. Ответить им, причем в таких местах, о которых они раньше даже не догадывались. И я вовсе сейчас не о Курской народной республике, не о Белгородской народной республике и, конечно, не о Брянщине, временно оккупированной рашистами. Нет. Гораздо дальше, гораздо существеннее, гораздо весомее. И надо еще рашистам одну вещь очень помнить. Что в случае атаки на наши мосты, как они сейчас там кричат, у вас тоже есть мосты. Поверьте мне. Очень критические мосты в плане снабжения вашего так называемого государства всякой дребеденью. Больше говорить не буду. Но единственное, что хочется сказать, думайте, стоит ли пытаться раздомбить Украину этой зимой. Может не стоит и начинать, а? Продолжение следует... Продолжение следует...